Итак, мы находимся на той самой знаменитой Молдаваре. Вот так. Ну что ж, друзья, на фоне этой замечательной надписи мы начинаем сегодня свой очередной опрос общественного мнения. На тему. Ну, в общем-то, вы уже и так прекрасно все поняли. Попрошу родителей чем-нибудь занять своих детей и отвлечь их от телевизоров и мониторов. Так сказать, от греха подальше. Зачем же им еще засирать мозги с детства? Ну что ж, поехали! Друзья, скажите, пожалуйста, молодое поколение, вот неделю назад в Киеве прошел парад римности. Ну, знаете, да? Гей-парад. В августе должен быть в Одессе. Как вы к этому относитесь? Отрицательно. Не очень хорошо. Отрицательно. А вы? Нейтрально. Нейтрально? Нейтрально. Так. Уже. Один. Стой. Ага. 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 Так. Не, ну он же не сказал положительно. Нейтрально. Хорошо. Ну, это по-невропейски. Это толерант. А скажете, может, скажете, чему вы относитесь к этому? Отрицательно. Ну, зачем вы... Парад это массовое мероприятие. А зачем выставлять это массово? Потому что ходит много молодого поколения, как мы там, или кто вообще не знает, дети какие-нибудь. Они посмотрят на это и подумают, мама, что такое? А что им объяснять? Это театральное представление? Ну, в общем, это массовое, не то. Пусть где-нибудь в закрытых помещениях. Для этого есть гей-клубы. Вот для парадов. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Хорошего дня. До свидания. Спасибо вам. Счастливого вам. Что вы думаете по поводу гей-парада в Киеве и в августе будет в Одессе? Ну, я считаю, гей-парады, ну, это неправильно. Это, я не, я не осуждаю их, у них это в мозгу, я, ну, я считаю, это неправильно. Я за девочек с парнями. Спасибо. Мне никак. Я вообще не вижу геев в нашей стране. Гупо? Мне не нравится. Я понимаю, что это их личное мнение, и каждый сам по себе решает, кем ему выйдет. Но не приветствую. Спасибо. Удачи вам. Очень плохо. Почему? Можете объяснить свою позицию? Оскоренять эту нечисть. Ясно. Спасибо большое за ваше мнение. Скажите, пожалуйста, неделю назад в Киеве, в столице, в Вильной Незалежной, проходил парад ривности, гей-парад по-нашему. А в августе обещают пройти парадам по Одессе. Что вы об этом думаете? Ну, как, что я думаю? Хорошее дело. Хорошее дело. Вот эти вот гей-парады сейчас наражают в Украине детей. Детей. И вот они будут защищать Украину. Вот они будут защищать Украину. А другие? А другие не будут? А другие, я думаю, не будут. Они не смогут там. А как же они наражают детей? Они же могут только... Ну как же, у нас Украина сейчас на это опирается. Вы что такое говорите? Как вы можете? Вы что? Что, до свидания, мне нет? Спасибо. Мне детей кринили. Извините, скажите, пожалуйста, неделю назад в столице нашей страны прошел гей-парад. И в августе намечается в Одессе. Что вы по этому поводу думаете? Это просто ужасно. Это ужасно. Это страшное дело. Страшно этих ребят. Надо всех, всех просто-напросто в резервации и заставлять хорошенько работать. Трудиться надо. Вот только трудом избавляется от таких вредных привычек. Ясно. Спасибо вам. Удачи. За моим житие не худо? Хорошо. По поводу Германии могу вам рассказать, что есть районы для секс-меньшинств. То есть лесбиянки, гомосексуалисты. Есть также центры для них. То есть они ходят, сдают анализы на ВИЧ, на сифилис. Это для них бесплатные центры. Это также и телефоны помощи. То есть они созваниваются, сексуальное насилие. В плане чего насилие я не знаю. Ну вот в этом плане есть такое отношение. Ну а люди, в принципе, мужчины, да, одевают юбки, одеваются как женщины. То есть красятся как бы. Я это как бы вижу каждый день. И если в первые дни моей жизни я на это очень негативно реагировал, то на сегодняшний день как бы меня это абсолютно... А ну вот опасность заразиться через кровь, вы говорите, или как? Ну так это же гомосексуалисты при половом контакте заражаются. Я же с ними никаких отношений не имею. Ну а вы говорили, у вас какой-то был этот самый... Ну я просто хотел анализы сдать. И там получается, что в первую очередь анализы только для секс-меньшинства. То есть либо для мужчин, которые спали с мужчинами. Вот. Можно стать. Что значит в первую очередь? Ну вот так вот в первую очередь. Я позвонил, я сказал, что я гетеросексуал. И мне сказали, что извините, но... Так, и поставили в хвост очереди. Нужно записываться, чтобы сдать анализы. И сколько времени это занял? Ну я потом просто в другой центр пошел, в платный, как-то, и все. Ну а так, если бы записали столько времени... Ну я не знаю, ждал бы в неделю где-то, наверное. То есть означает время, да. Ясно. Ну иногда и неделя решает многое. Ну спасибо вам, удачи. День назад в столице нашей страны, в Киеве, прошел гей-парад. И в Одессе намечается... Нет? Не хотите сказать пару слов? Замечательную надпись. Что вы можете сказать о гей-парадах? Вот прошел неделю назад в столице, в августе должен быть в Одессе. Что вы думаете по этому поводу? Это же леса, есть много других проблем, чтобы только об этом думать. Мне кажется, ну лично для меня это сейчас... А, не для нас проблема? Ну меня это не волнует, честно говоря. Ясно. Спасибо, извините. А вы что думаете об этом? Я не имею права свое мнение говорить. Я беру интервью, да. Я могу выключить камеру и с вами пообщаться. Спасибо большое. Может, в следующий раз я немножко тороплюсь. Спасибо, извините, удачи вам. Гей-парадов, которые прошли в столице. Да, я не хочу сказать, что он вон у нас. В Одессе. О гей-парадах? Да. Ну, я негативно к этому отношусь, к гей-парадам. Ну, а так это... А можете обосновать? Ну, просто людям делать нечего еще. Конкуренты? Главное, чтобы что-то, какой-то праздник был. Нет. Это как-то... Это не объясняется. Наверное, просто им делать нечего и все. Ну, я... Почему я так отношусь, да, к этому гей-парадам? Да, да. Ну, скажем, вот то, что говорят там, это современное, надо, как это сказать, в Европу идти, это не есть правильным. То есть это человек, скажем, предназначен мужчина для женщины, женщина для мужчины, а не извращаться по-своему, ну, то есть, как им хочется. Это уже, скажем, падение морали, я бы так сказала. Ну, это сотворено Богом, да? Слышим. Да. Создателем. Да, а то остальное уже противоречит, скажем, нормальному, здравому, скажем, смышлению, рассуждению, да? Спасибо вам за ваше мнение. А вы снимаете что-то туда, я так понимаю? Да. На фоне этой замечательной надписи. Удачи вам, хорошего дня. Среди парадов, которые прошли в столицу. Значит, неделю назад в столице прошли парады ривности, как они их называют, гей-парады, в простонародье. Что вы в августе намечаете в Одессе? Что вы по этому поводу думаете? Не надо, пусть будут в Киеве. В Одессе не надо гей-парады проводить. В Одессе не надо, в Одессе адекватные люди живут. Пусть они проводят в Киеве свои гей-парады, еще где-либо, но не в Одессе. Ясно, спасибо за ваше мнение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok